А теперь к новостям спорта. В наших программах мы не раз рассказывали об успехах славянских спортсменов на краевых, всероссийских и даже мировых спортивных аренах. Недавно копилка достижений славянцев пополнилась новыми медалями, которые завоевали воспитанники отделения тэквондо. Таш, идешь? В отделении тэквондо детско-юношеской спортивной школы Станицы Петровской занимается около 60 спортсменов. В нескольких возрастных группах тренер Александр Лисин терпеливо объясняет сложные элементы малышам, оттачивает мастерство у старших спортсменов. Считает, что все его подопечные – способные спортсмены, вкладывает свой опыт одинаково во всех и верит в каждого из них без исключения. В копилке Петровской детско-юношеской спортивной школы немало медалей, завоеванных ребятами на различных спортивных соревнованиях. Мы не первый раз показываем хороший результат. В данном году у нас есть и победители первенства России, и призеры. И как бы, ну, пока мы с результатом Сергей Слепич, он стал бронзовым призером первенства Европы по тэквондо, разделу пунце, фристайл. И на данный момент, вот буквально позавчера, мы прилетели с Австрии в международный турнир класса G1, вот это рейтинговый турнир. Он взял там золото как бы. Вот. Помимо него есть еще воспитанники, но на данный момент он как бы показывает самый лучший результат. Поколение растет очень хорошее. Сергей Слепич занимается тэквондо 11-й год. Будучи маленьким мальчиком, на первую тренировку его перевел отец. Сегодня спортсмен, кандидат в мастера спорта, он стал обладателем бронзы первенства Европы по пхунце. К слову, это направление представляет собой комплекс атакующей и защитной техники тэквондо. Это, можно сказать, одна из главных частей этого вида спорта. Как говорят профессионалы, пхунце – это сердце и дух тэквондо. На первенстве Европы Сергей Слепич выступал в дисциплине фристайл. Судьи по достоинству оценили сложную программу. По итогам спортсмен стал обладателем бронзы. Такой результат – заслуга целой команды – тренера, родителей и, конечно, самого спортсмена. Но на этом расслабляться нельзя, говорит Серёжа. Впереди ещё много работы, новые соревнования, достижения и победы. В следующем году будет чемпионат мира проводиться в Тайпэе. Вот планы туда попасть, войти в тройку, ну или выиграть вообще. Для этого первоначально нужно выиграть Россию, чемпионат России. Тэквондо для Сергея – не просто увлечение. Это занятие, которое парень выбрал для жизни. Спортсмен, как и остальные воспитанники отделения, конечно же, за здоровый образ жизни. Они выбрали спорт. И это далеко не самый простой путь. Ведь чтобы быть спортсменом, нужно обладать силой воли, упорством, выносливостью, твёрдым характером. И хоть путь этот непростой, зато он ведёт к долгой, счастливой и наполненной смыслом жизни. Сейчас тренер и спортсмен усердно занимаются в Центре спортивной подготовки «Олимпийц». Усложняют программу выступлений. Ведь на месте стоять нельзя. Нужно продолжать движение к намеченной цели. Тина Копачевская, Александр Косицын, Александра Тимовская. Программа «События».